Здравствуйте, с вами снова Фантом, серия заметки о магнитостатике. Сегодня мы начнем рассматривать, каким образом феромагнитные материалы влияют на структуру формируемых проводниками с током магнитных полей. Многие знают, что феромагнитные сердечники как бы концентрируют линии магнитного поля, локально увеличивая его напряженность. Понятно, что это позволяет резко уменьшить габариты катушек индуктивности и трансформаторов, но ведь весьма интересно посмотреть, как именно изменяются изолинии магнитного поля при взаимодействии с феромагнетиками, чем мы сегодня и займемся. Для начала давайте вспомним, как выглядит поле проводника с током. Мы помним, что в учебниках физики всегда рассматривается форма изолинии поля, создаваемого круглым проводником. Они изображаются в виде концентрических колец окружающих проводника. То есть можно сказать, что вектор магнитной индукции всегда направлен по касательной к поверхности проводника и лежит в перпендикулярной ему плоскости. Впрочем, начиная со школы, я так и не смог уловить физического термина силовые линии магнитного поля. При разработке программы анализа данных сканера я старался опираться на параметры реальных измерений. Поскольку скан представляет собой пространственную карту распределения значений напряженности магнитного поля, то изолинии в моей интерпретации представляет собой графическое отображение границ пространственных зон с одинаковой напряженностью магнитного поля. То есть в основе для построения изолинии лежат реально измеренные значения напряженности в конкретных точках пространства. В результате этого выход программы имеет под собой однозначную физическую основу. Теперь давайте напомним, как выглядит поле плоского проводника с током. Под плоским проводником подразумеваем такой проводник, у которого ширина много большей толщины. В случае прямоугольного сечения проводника изолинии напряженности по логике учебников должны строго следовать за изменением геометрии. То есть вектора поля должны быть направлены параллельно поверхности проводника, а на его углах менять направление на 90 градусов. Значительные различия в размерах между шириной и толщиной позволяют нам четче увидеть различия в структуре поля, как это было показано в одном из предыдущих роликов. Цветной скан с верхнего сенсора показывает нам, как максимум напряженности вертикальных составляющих магнитного поля проводника ожидаемо расположены на его боковых гранях. Детально изменение значения напряженности можно увидеть на графике горизонтального среза, расположенном на экране справа. На карте изолинии с верхнего сенсора мы видим, что они отражают неравномерность изменения напряженности и сосредоточены на боковых гранях проводника. В центральной же зоне мы практически не замечаем вертикальных изолиней. Вместо этого там есть некие малозаметные кольцевые структуры. Если мы рассмотрим эти узлы поподробнее, то обнаружим необычное. Расстояние между центральными зонами таких образований весьма неплохо коррелирует шириной проводника. Возможно это просто совпадение, но согласитесь достаточно забавно. Согласно некоторым моделям геометрические размеры проводника напрямую связаны с волновыми процессами в нем. А эти процессы, в свою очередь, как ни странно, вполне конкретно влияют на форму вихревых структур того, что называют магнитным полем. В свое время мы демонстрировали данный факт на примере структуры изолинии поля широкого проводника, ток на который подавался через его углы. Однако продолжим. На веи из бокового сенсора изолинии напряженности сосредоточены как раз центральной области проводника. Это происходит несмотря на то, что поверхность проводника в этой зоне является плоской, а вот расстояние между центрами кольцевых элементов изолинии в центральной части проводника на виде бокового сенсора уменьшается до величины половины ширины проводника. Теперь давайте перейдем собственно к теме сегодняшнего ролика, а именно взаимодействие ферромагнитных материалов с магнитным полем проводника. Для этого возьмем прямоугольную пластину из магнита мягкого материала и для начала нагреем ее до красного коленя с целью снятия возможной остаточной намагниченности. Поместим пластину на поверхность нашего медного проводника с током и давайте посмотрим, что покажет нам сканер. На цветном скане значений напряженности мы видим, как вокруг пластины ферромагнетика образуется так называемое наведенное магнитное поле. Суть его в том, что оно представляется вторичным по отношению к собственному полю проводника, являющийся в данном случае инициирующим. Чем же это поле отличается от инициирующего? Тем, что его полярность противоположена. Данный факт сам по себе всегда меня удивлял. Задумайтесь, некая активная сущность, в данном случае поле проводника с током, порождает ферромагнетики не свою точную копию, как можно было ожидать, а свою противоположность. Нечто вроде отражения в зеркале, где правой сменяется лев. Вот только отражение это имеет вполне конкретные и отличные от оригинала физические характеристики. Попробуйте задуматься над этим. Теперь давайте взглянем на рисунок изолений с верхнего сенсора. Мы видим, что в месте размещения пластины ферромагнетика линейная локальная структура изолений проводника претерпевает значительные изменения. Становится возможным различить срезы нескольких трагиальных образований. Пока мы можем отметить, что изолений собственного поля проводника начинают менять прямолинейную траекторию и образовывать замкнутые контуры. То есть ферромагнитный материал как бы частично замыкает изолений поля проводника через себя. На виде с бокового сенсора мы видим искривление ранее прямых изолений и формирование из них овального объекта, как бы охватывающего ферромагнитную пластину. На графике справа мы можем сравнить значение напряженности собственного поля проводника, это зеленый график, и поле по срезу проходящего через металлическую пластину, голубой график. Давайте сравним на одном экране изображение изолений с верхнего сенсора для отдельного проводника и того же проводника с размещенной на нем короткой пластиной. Теперь сравним соответствующие виды с бокового сенсора. Следующим шагом давайте увеличим длину ферромагнитной пластины и сделаем ее размер значительно больше ширины медного проводника. Взглянем на цветной скан. Мы видим, что пластина как бы переместила максимумы напряженности вертикальной составляющей магнитного поля на свои боковые торцы, одновременно поменяв их полярность. На графике справа отражаются значения горизонтальных срезов для областей свободного проводника и по центру ферромагнитной пластины. Вид изолений с верхнего сенсора показывает нам дополнительные детали. Базируясь на понятии линии магнитного поля из курса физики, мы можем предположить, что вертикальные изоления поля проводника деформируются пластиной вот таким замысловатым образом. Альтернативная точка зрения предполагает, что при изменении направления изолений на большой угол, в данном случае 90 градусов, образуется своеобразный вихрь, видимый на скане, как срез терридального образования из изолений. На виде с бокового сенсора, показывающего вектора напряженности направленные перпендикулярно проводнику в горизонтальной походе сканирования плоскости, мы видим полюсные центры на боковых гранях пластины, сформированные как минимум двумя терридальными объектами. В центральной зоне также можно увидеть немало интересного. Мы видим, как более крупные боковые изолинии меняют свое направление, как бы замыкаясь через материал ферромагнетика. Но и тут не все так просто. Взгляните вот на эту изолинию. Она как бы связывает две части нашего проводника, которые находятся по разные стороны от ферромагнитной пластины. И еще она асимметрична относительно сторон проводника. Интересно, не правда ли? Давайте на одном экране сравним карты ранее снятых вариантов расположения ферромагнитной пластины на проводнике. Сравнение вида изолений с верхнего сенсора. Сравнение вида изолинии для вариантов с короткой и длинной пластиной. Повторим предыдущие сравнения для видов с бокового сенсора. Уединенный проводник и вариант с длинной пластиной. Сравнение вариантов с короткой и длинной пластиной. Мы ясно видим, как длина перпендикулярно расположенной ферромагнитной пластины качественно меняет рисунок изолений напряженности магнитного поля проводника. Считаю, что эта информация вполне способна заставить многих задуматься. Продолжим наше исследование. Давайте сильно увеличим ширину проводника скажем до 50 миллиметров. Самым простым способом сделать это будет выполнение проводника из фольгированного стеклотекстолита. Подадим ток в центр коротких сторон, а не в углы как ранее, чтобы исключить волновую интерференцию, которую мы демонстрировали в одном из предыдущих роликов. Снимем цветной скан и покажем справа значение напряженности на горизонтальном срезе. Мы видим, что максимумы напряженности вертикальных составляющих поля такого проводника сосредоточены на его боковых грани. Взглянем на карту изолинии с верхнего сенсора. В вертикальной плоскости мы видим знакомые нам индукционные тороиды, располагающиеся вокруг боковых граней проводника. Там же сосредоточены максимумом напряженности и плотности изолинии там выглядят максимально. Центральная область проводника, как мы видим, практически свободна от вертикальных изолиний. Вид с бокового сенсора демонстрирует нам максимум напряженности поля в центральной области, где на сенсор действуют поля обоих сторон проводника одновременно. Теперь поместим две небольшие пластины ферромагнетика на поверхность нашего проводника. Одну в центре, а другую сдвинем к одному из ее краев. На цветном скане мы видим, как резко изменилась картина распределения напряженности магнитного поля. Показанные справа графики срезов дают более детальные представления о характере изменений значений напряженности по горизонтали в интересующих нас областях. Как и в прошлых примерах, мы видим образование наведенных полюсов на гранях ферромагнитных пластин. То есть, каждая из них превращается в отдельный магнит с горизонтально расположенными полюсами. Полюса со значительными значениями напряженности возникают даже на краях пластины, которая располагается в центре нашего широкого проводника. Посмотрите, несмотря на то, что в центральной области проводника изначально значения вертикальной составляющей поля были минимальны, как только мы поместили туда ферромагнетик, образуются два достаточно больших всплеска интенсивности на его гранях. Не правда ли? Любопытно. Давайте посмотрим на карту изолинии с верхнего сенсора. На ней мы четко видим, где располагаются наши ферромагнитные пластины. Каждый из них обзаводится локальными тороидальными вихрями. И уже в этом новом качестве он начинает взаимодействовать с магнитным полем проводника. Если бы ферромагнетик перераспределял силовые линии поля, все бы было достаточно понятно. Однако в центре проводника, как мы видели ранее, напряженности поля вертикальной плоскости практически не было. То есть похоже, что ферромагнетик в данном случае не меняет существующее поле, а генерирует свое, обладающее несколько иной структурой. Давайте сравним на одном экране карты изолинии с верхнего сенсора для уединенного широкого проводника и того же проводника с размещенными на нем двумя пластинками. Сделаем то же самое для данных с бокового сенсора. Теперь давайте заменим одну из пластин полоской ферромагнестика длиной больше поперечного размера нашего проводника. На цветной карте напряженностей мы видим страну. Напряженность поля на концах длинной ферромагнитной пластины стала превышать максимальную напряженность поля на краях проводника практически в три раза. Что ж, может быть мы видим проявление описанного в учебниках эффекта магнитной проницаемости. Посмотрим на карту изолинии с верхнего сенсора. Думаю, вот это зрелище заслуживает более пристального внимания. Прежде всего мы видим уже ставшие привычными плюсные терридальные объекты. Если оперировать терминами искривления изолинии, то можно было бы придумать вот такую замысловатую траекторию. А еще, как мне представляется, достаточно интересно выглядят вот эти периодические структуры из миниатюрных вихревых образований. На виде с бокового сенсора картина также несколько озадачивает. Представляется, что над ней еще нужно долго размышлять. Давайте же опять сравним на одном экране рисунки изолинии поля уединенного широкого проводника и проводника с длинной ферромагнитной пластиной на нем. Сначала покажем вид с верхнего сенсора. Теперь посмотрим на вид с бокового сенсора. Думаю, теперь вы понимаете, насколько сильно изменилась структура изолинии и почему я позволил себе акцентировать ваше внимание именно на этом скане. Однако продолжим и рассмотрим еще одну весьма интересную конфигурацию проводника и ферромагнетика. В свое время на форумах активно обсуждался вопрос, а что будет, если выполнить сам проводник из ферромагнетика? Как будет отличаться поле, формируемо таким необычным проводником от поля обычного проводника из диамагнетика, скажем меди? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Выполним два идентичные по диаметрии плоских проводника, один из меди, а второй из пермалоя. Соединим их последовательно и пропустим через цепь постоянный ток. Посмотрим, как распределяется напряженность магнитного поля для такой комбинации из проводников. Как мы видим на цветном скане, никаких значимых различий в величинах напряженности магнитного поля не наблюдается. То есть на первый взгляд мы смогли ответить на поставленный ранний вопрос. Различий в напряженности магнитных полей, формируемых при прохождении тока по одиночным проводникам из меди и ферромагнетика не наблюдается. Разумеется, пока мы рассматриваем всего лишь один из возможных вариантов такой конструкции. Однако для него полученные данные представляются достаточно однозначно. Что ж, посмотрим на карту изолинии с верхнего сенсора. А теперь посмотрим на карту изолинии с бокового сенсора. Как мы видим, рисунок изолинии также не выявил значимых отличий в структуре поля таких проводников. Давайте продолжим опыты. Положим небольшие пластинки из точно такого же материала, как тот, из которого выполнен ферромагнитный участок нашего проводника, посередине обоих наших проводников и снимем еще один скан. Сконцентрируем внимание на проводнике из ферромагнетика. Посмотрите, что получается. Несмотря на то, что материал данного проводника и накладки идентичны, мы видим принципиально разную реакцию с точки зрения формируемого объектами магнитного поля. Когда мы помещали пластину ферромагнетика на плоский медный проводник, подобное поведение было бы объяснимо. Мы уже это видели. Ферромагнетик попадал в магнитное поле, формируемое диамагнитным проводником. Но в нашем случае материал проводника и накладки одинаков, и он представляет собой ферромагнетик. Получается, что поле, формируемое проходящим по проводнику током, как бы не может чувствовать свойства материала и этого проводника. Можно предположить, что магнитное поле формируется вовне проводника с током и не распространяется на сам проводник. Хотя чем именно оно может так резко ограничиваться, совершенно не ясно. Как только мы помещаем в это внешнее поле пластину из ферромагнетика, все начинается строго так же, как при медном проводнике. Опять все выглядит так, что магнитные свойства материала проводника формирующего поля значения не имеют. Вот такой интересный факт удалось нам с вами обнаружить. Давайте посмотрим на карту изолинии с верхнего сенсора. На ней мы видим уже знакомую нам картину и опять не замечаем каких-либо отличий от медного проводника. Посмотрим на картину изолинии с бокового сенсора. На ней отчетливо видны места расположения пластин ферромагнетика. В этих зонах прямые силовые линии поля проводника характерно искривляются. Для наглядности давайте сравним рисунок изолинии пары проводников без накладок и с ними. Вид с верхнего сенсора. Вид с бокового сенсора. Ну что ж, и в заключении давайте поместим на нашу конструкцию длинную пластину из ферромагнетика так, чтобы она легла поперек обоих проводников. Чтобы исключить возможные замыкания, изолируем нижнюю сторону пластины от проводников тонким диэлектриком. Посмотрим на цветной скан напряженности. Создается впечатление, что в месте расположения пластины наша конструкция из двух проводников стала выглядеть как одинарный широкий проводник. Мы видим сформированные два полюса на боковых гранях и еще в области пластины пропали полюсные всплески внутренних сторон проводников. Хорошо, давайте посмотрим, что покажет нам рисунок изолинии с верхнего сенсора. И вот тут нас ожидает некий сюрприз. Мы с вами только что обнаружили первое приборно подтвержденное свидетельство разницы между медным и ферромагнитным проводниками. Мы видим явно выраженную асимметрию в рисунке изолинии во внутреннем пространстве между проводниками, там где расположена пластина ферромагнетика. А вот на виде с бокового сенсора различия практически незаметны. Все выглядит вполне симметрично. Снова сравним изображение изолинии вертикальной составляющей поля для проводников без ферромагнетика и с ним. Сделаем то же самое для горизонтальной составляющей поля. Для полноты картины на одном экране сравним карты изолинии для вариантов с двумя короткими пластинами ферромагнетика и одной длиной. Верхний сенсор, боковой сенсор. Ну что же уважаемые зрители, думаю что ролик получился достаточно насыщенным. Предлагаю поразмыслить над полученными данными. Буду благодарен, если вы напишите свое мнение в комментариях. В следующем видео мы продолжим разбираться с влиянием ферромагнетиков на магнитные поля. Уверен, что впереди нас ждет еще немало интересных открытий. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новости. Засим позвольте откланяться. Благодарю вас за внимание. Встретимся в новых видео. С вами был Фантом.